МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, Орес Савенкова принципиально ничего не изменил? К сожалению, только сроки. Они нашли нового лидера, генерала Ромовского. И когда же? Теперь в ноябре. В Польше под Мирском формируется ударный кулак не менее тридцати тысяч штыков под командованием генерала Ромовского. Прошу, господа. Велкам в мае хаус, генерал. Запрашивал парус. До столу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ромовскому определена роль главнокомандующего объединенными силами. Одновременно с Ромовским крупные соединения выступят с территории Литвы и Румынии. На Украине и в Беларуси вспыхнут восстания, которые готовят подполье. В общем, ударят со всех сторон. Виктор Алексеевич полностью посвящен в масштаб предстоящей кампании, которую вы сможете оценить, изучив подготовленную полковником Балову под докладную записку. Хвала Иисусу Христу. Господа, для меня честь возглавить дело, которое я почитаю делом всей своей жизни. Честь им воли высока, что ко многим из вас я и сам с готовностью готов встать под начало. Спасибо за оказанное доверие, господа. Ромовский для англичан фигура даже более предпочтительная, чем Савенков. Который многие считают авантюристом. Не могут простить ему эсеровское прошлое. Ромовский, пожалуй, единственное, Кого могут принять все. Единственный и последний. Генерал, я пел за вашу победу. За победу! За здравое право! За победу, господа! За озвученством! За победу! Значит, ликвидация? Нет. Как и Савенков, он должен отказаться от борьбы. А то, чтобы выманить его на нашу территорию, у нас нет времени. Операция «Синдикат» продолжалась два года, а у нас всего два месяца. Этот варшавский вор, Густав, вы его не застрелили. Почему? Не было необходимости. Айцацинка! Айцацинка! Черт! Чикалер! Айцацинка! Что там есть? Идь! Стой! Стой, стой! Поехали! Не заводится. Почему не знаю? Гони! Стой! Уходим, уходим! Быстрее! Айцацинка! 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 За мной! Быстре, быстрее! Извините. Стой, да! Айцацинка! Прихали! Черт! Заховать! Стой! Ходим! Он же свидетель! Нельзя его оставлять! Беги, я сам! Ладно. Густав ничего не расскажет. Он был использован в тёмную, к тому же он не знал, кто я. Теперь не расскажет. Его убили в тюрьме. Я скажу прямо. Ваша нерешительность вызвала у меня сомнение. Тот ли вы человек, которому можно доверить это дело? Но, учитывая ваше оперативное качество, опыт, преданность, которую вы не раз доказали, работайте. Главное теперь – это ваша легенда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотел ты? Я такое хотел. На что мне фельдекокс? Я хотел шелки, чтобы французская пяточка была в чулочке. А такого мне не требуется. Злотый сказал, помбоня хотел. Да? Ну ладно, возьми. Помбоня. А панталоны? Не панталончики, а конфетка какая-то. Дай сюда, а то попачкайся. Мое почтение, Анна Стефан, мое почтение. Ну что, как тут наши дела? Вася, шо ты выродилась, как куверте? Накинь что-нибудь на голову. Да отстаньте, папа, не ваше дело. Я прошу тебя, поаккуратнее. Так, едь ровнее и не разбей меня тут. Всё. Да не труситесь вы, папа. Я довезу, как надо. Доедешь до Гомеля, я уже буду там у мамы. Я ж на паровозе. Поеду, да. Ну всё. Поцелуй папу. Бася, дай папе бусю. Да папа, отстаньте. Опять это обсунявите всё лицо. Вот идите до коней лучше. Помогите выехать мне. Боже милостивый. Почему ты не дам мальчика? Я бы назвал его Иосипом. 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 На, дороженье. На, пошли. Пошли. Браток, браток, давай подкурить, пожалуйста. Спасибо, браток. Давай. Значит, тебе к нам из самой Москвы прислали. Врага остановить, так сказать. Моё задание, генерал. Мы тут знаешь, тоже не пальцем деланы. Обстановку-то понимаем. Далеко господин генерал не пойдёт, не пустим. Да он и не собирается. Возьмёт две-три губернии, объявит себя верховным правителем и попросит военной помощи у Польши. Поляки сами не полезут. Поднимут вонь в Лиге наций. Англия и Франция их поддержат. Нет. И пошла писать губерния. Так? В общих чертах. А ты, значит, должен генерала оформить? Нет. Я так и думал. Насчёт секир башка — это и нам, дуракам, доверить можно. Ну и что тогда ты с ним делать думаешь? Ну, для начала, познакомиться с контрабандистами — это идеальное прикрытие. Мне нужно свободно пересекать границу. Есть ещё кое-какие планы. Давай напрямоту идёт. Если Шилову сказали обеспечить поддержку, Шилов обеспечит. Ну, а не в тёмную. Тем более, ты здесь человек новый, а я главный. Так что не темни, тебе же проще будет. Проще, к сожалению, не будет. Мураб. А, а ты чё, ограбили, что ли? А чё-то сразу ограбили. У меня не такая репутация, чтоб меня ограбили. А вид такой, как всё вынесли. Так и повынесли. А шо вы хотите, когда ремонт? У меня ремонт. С самого роня придут к упоросить. Так что давайте всё это сделаем. Швидко, крутко, быстро. У вас приличный вкус. Полкаратный, бриллиант, скапошона. Ну, тут скол, это другая цена. Даю двести доллеров. За бимбалы? За бимбалы я отдал бы пять. А за всё двести доллеров. Сколько? Нет, а чем вы недовольны, панове? Я вам что, предлагаю двести собачьих какашек? Я вам предлагаю двести американских доллеров. Во! Видел? Раз так, пан Боня, что нам не надо? Мы к другому можем танцевать. Да, Степа? Куда пойти? Как пойти? Юзык. Пан Стефан имеет торговаться. Я говорю ему свою цену, он говорит мне свою цену. Я добавляю, пан Стефан уступает. Данку солидных людей принято. Пан Стефановна, даю триста. Да это очень приличные ей деньги. Четыреста. Они мне доля под нос, а я им четыреста. Хрен вам уводжим. Морта бандитская. Адьё, панове. Адьё, панове. Панове. Адьё. Тихо. Здесь темно, а вы бежите, пан Боня. Так, у меня ж по-по-по-поезд. Здоровье-то дороже. Ага. Степа, чего он так долбит? Ну, сейф пошёл. Ага. Степа, а откуда Боня сейф? Ты чё расчёлся? Где деньги? Аграбель. Чего? Чего? Забрали всё, всё, что дашил. Всё. Ты чё лепишь? Где бабки? Аграбель. Забрали всё, что дашил. Давай, давай, ищутся. Подожди. Вот, примите, пан Злотов. Это ж наши цацки. А как порежем? Можете. Только я же все вернул. Да еще с прибытком. У нас откуда такая щедрость? Возьмите меня к себе, пан Злотов. Пан Злотов. Сэйц. Злотов. Ну, седай пока. Степа, Степа. Посмотри. Да посмотри ты на стол. Аккуратней. Вон, видишь? Пойдем. Вот. Это он Боню вытрусил. А ты чё тут расселся? Чё? А? Замолкни. Кто? Кто? Кто замолкни? Я замолкни? А чё это так со мной разговаривает? Он тут расселся? Валессу! Эй! Ты чё, а? Успокойся. Вот тебе что-то вернула. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ты что? Януш. Пшак. Поляк. Пшак. А Пшаков я бью. Степ. Потому что они недоверны. Степ, а я? Я что же пшак? А тебя не бью. Тебя не бью. А вот таких бью. Особенно, когда варюги. А? Ты шустрый, да? Степ, успокойся. А, нормально всё. Ну что, псина? Степ. А я сейчас тебя крестить буду. В веру православную. Может, не надо? Ладно, ладно. Молись ему этому. Богу католическому. А! Ничего! Ну что, я тебя сейчас убивать буду. Понял? А! 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 Степ, Степ, Степ! 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 Я тебя тоже убью. Степ. Извините, пан Золотый. Степ, 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 Степ. Я ещё ничего не решил. А! КОНЕЦ Чего надо? Степан, ты же первый на меня попер. Хочу помириться. Помоги вытащить, может помиримся. Лазарь! Что это? Астер, носки берите, быстро! К реке уходите! Юзык! Быстро к реке! Лутова ранили! Прикрывай их! ВЫСТРЕЛ Тихо! Кари, шустрый! А ты молодец, шустрый! Потерпите, пан Злотый. Требранку почистить. Спирту трошки дойдется? Пошупаем, знойдем. Давай. Здесь много кто с границы живет. От красных мало что носят. Не знаю, мануфактуру, цацки разные, золото, это все у блатных. А от нас туда все. У них же ничего нет, у красных. И спирт, конечно. Кстати, недавно Злотый большие деньги у нас за партию спирта. Мы в мешках по четыре ведра пердем. Каждый. Может кто узнал, да под агранды у нас? Часто такое случается, агранды? Да не то, чтоб часто. Понимаешь, на агранду идут настоящие негодяи. Узнают, где партия пройдет. Или где схрон. Не убивают всех, а товары, деньги себе забирают. Вот так. Узнать бы, кто промышляет. Мужики из Кутаров. Или те, что контрабанду несут. Свои, своих же получается. Стреляют, убьют. Да. Убивают всех. Свои. Пану Злотому крупно повезло. Да уж, повезло. Очень крупно. Крупно, потому что пулька маленькая. Отсюда и маленькая дырочка. Ни одна косточка не порушена. Вот. Примите великодушную. Весьма вам благодарен. Желаю здравствовать. А? И не скачите пока. Поберегитесь трошки. Выздоравливайте. Выздоравливайте. Парабеллум, вроде. А. У него калибр девять, а здесь меньше. Это либо браунинг дамский, либо... Хотя нет. Нарезы другие. Это Галесси. Чего? Итальянский пистолет, Галесси. Пули калибра шесть и три, убойные силы так себе, но в ближнем бою хорошая штука. О чем знаешь? Интересуюсь. Кстати, не у каждого в хозяйстве есть. Узнать бы чья. Да. Даст Бог, узнаем. Степ, а почему ты Мамонт? Расскажи уже. Он же и есть Мамонт. Это слон лохматый такой, я в музей в Варшаве видел. Да, только у Степки шнобель маловато. Ну, бывайте. Это что? Опа! Ну, у тебя же денег нет, Яна. Ну, а раз ты наш теперь, должен быть при денежках. А? А если я не ваш? Ну, то да. А кто не наш, тот фраер. Давай. Давай, Заяк. Ладно. Давай. Молодцы. Ну, заходи. О! Какие хоромы? Лагайся. Живи, не хочу. Ну, а что? Просторно и уютно. Степа! О! Слушай, а я тебя не стесню? А чего меня стеснишь-то? Я не живу. Мать умерла. Женой пока не обзавелся. Я, Олла, пока не убираю. Видала какая? Соня. Ну, держи, тебе такую же найдем. А-а-а. Ты распакайся пока, сейчас я. Ух ты! Роскошный вид, Степа. Ну, а как ты ходил? Слушай, на твоем фоне я выгляжу, как пошлый принц в изгнании. Ну, подожди. Степа. Степа, не надо. Да. Степа. Ну, давай я тебе говорю. Давай. Вот. Ну, можно, в принципе… Может, у кого подгадать? Степа, ну, это же не мой стейп. Ну, да. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Газеты, розеты, покупаем розеты. Свежие розеты, покупайте розеты. Розеты, розеты, покупайте розеты. Покупайте розеты. Покупайте розеты. Удите розетку, дядя! Давай, гуляй. Оружия сколько захочется. Это ну понятно, что генерал Ромовский, мирский самый наиглавнейший человек. Вот, Заня. Заня, а кто кто-нибудь попрет, ну? Жандармерия, бургамисты. Я тебя умоляю, это все политика, понимаешь? Политика, все с самой Варшавы. Ну, вот. Пришли. Хм, достойная вещь. Хороший камень. Сколько пан за него желает? Полагаюсь, на вашу щедрость. Пан желает получить в злотах? Я предпочитаю доллары. Как угодно, пан. 50 долларов. Отлично. Хорошая цена. Я полагаю, недавно в Мирске. Только сегодня приехал. Я не спрашиваю, откуда, но здесь, в Мирске, добрый день, человеку у вашего круга принято одеваться несколько иначе. Я не уверен, что у меня найдутся такие шикарные вещи, как у вашего друга, но кое-что я могу подобрать и сделать солидную скидку. Мирик надо. Ну, как? О! Ну, а мне, конечно, шику маловато. Ничего. Месье Ковальчук, вы возвращаете мне веру в людей. Скажите честно, вы ангел? Конечно, ангел. Пойдем. Ну, как я тебе, Степа, а? Красавец? Ну-ка, повернись. Оп! Не знаю, а на мой взгляд, шику маловато. Да перестань ты! Извините. Еще раз прошу меня простить. Пойдемте. 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 Красивая. Э! Он здесь тебе не дам. Угу. Идем. Угу. Я, как гость нежеланный Слышу крик журавлей, улетающих в дар. Сердце бьется сильней, летят птиц караваны. Дорогие края провожаю питья. Сердце бьется сильней. Прошу, прошу, господин полковник. Гена, пан полковник, секунда. Кто такой? Адам Шушки из Варшавы. Ваш столик, я не велел никому. Пожалуйста. Прошу. И все громче рыдания, словно скорбную верь. Мне они приняли. Царь своя. Ну да, хороша. Из какого же вы, недалекого края, прилетели сюда, на ночлег журавли. Из какого же вы, недалекого края… Петька! Что вам угодно? Ну что, полковник мадам? Пойдем, Брандис. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. Я желаю объясниться. Пусть заплата, перестаньте рыдать, надо мной журавли. Ах, как боль на душе. Как хочется плата, перестаньте рыдать, надо мной журавли. Ах, как боль на душе, как хочется плата, Пусти. Пусти, иди, чуть-чуть. Я требую… Пьяный. Конечно. С приличными людьми так не поступаем. А если дама так, значит, она сама неприличная. Да ты чего с ума сошел? Прекрати! Вы пьяные. Вы видите его. Чего? Господа, господа, ну как можно так, господа? Здорово! Здорово! Петя! 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 Офицера Его Императорского Величества! Петя! Петька! Ты кто? Стасев! Я приказываю! Все, крепко! Петька! Петя! Прошу прощения к своим полковникам, мадам. Ты что делаешь, скотина? Простите, мадам. Петя! Подожди! Ублю! Меня! Моевого офицера! Дай Петь, я хочу! Петька, дай! Отдай! Отдай Петька! Он меня! Офицера! Моевого офицера! Закимок! Как щенка! Господа! Вы не офицер, вы свинья. Стой! Да вы, юлыши, поосторожней со словами. Я бы счастливый отсюда. Поручик Галецкий к вашим услугам. Поручик? Да пусть я верну. Вахов, он офицер. Вот сюрприз. Тогда стреляться. Здесь. Через скатерть. Что, поручик, как вам такой карамболь? Зачем же портить скатерть? Пустите, мне больно. Больно? Вам больно? Вы превратились в кокотку. Вы же успели из этим мерзким хамом. Не ваше дело. Я терпел ваш блуд. Блуд. Да, с блудой. Терпел в Варшаве, но здесь не намерен. Я буду делать, что хочу. И с кем хочу. Руку. Пошел. Пошел. Ну, пошла. Пошел. Пошел. Ты чур с вами. Ну, будьте любезны. Отстаньте! Это что здесь происходит? Револьвер. Ну, я должен. Я приказываю, отдайте револьвер. Ваше предстоятельство, он обязан выстрелить. Рот, мистер Плахов. В лагерь. Оба. Немедленно. Живо! Слушаю все. Пошли. За тобой выстрел. Это касается всех. Разойдись. Устроили здесь булаган. Пошел. Ваше имя? Поручик Галецкий. Ваше превосходительство. Поручик? Что-то я вас раньше не видел. Имею честь доложить. Только вчера прибыл. Бежал от большевиков. И сразу приключение. Я вас запомнил, поручик. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я вас тоже. А если генерал не стрел, ты что, больнул бы? Конечно. Тебе, а если бы не свезло. Значит, судьба, Степа. Знаешь, иногда нужно устраивать себе встряску, чтоб жизнь острее казалась. Базеты, азеты, свежие новости. Базеты, азеты, свежие новости. Вставай! Что случилось? Собирайтесь. Прошу шляпу. Прошу шляпу. Прошу пана. Рад, рад, рад приветствовать вас. Дорогой пан Галецкий, позвольте рекомендоваться. Полковник генерального бухштаба Франтишек Секунда. Галецкий Януш. Пан полковник, я не очень понимаю… Простите меня, простите, великодушно, что не явился лично. Ну, не хотел уж смущать, но желал видеть. Вот прибег полномочем. У нас пол забыл, сам так сказать. Надеюсь, вы не в убеде. Беата, твой спаситель здесь? Да, я вчера сказала мужу Франтишек, мы должны поблагодарить этого юношу. Выявили себя, как настоящий рыцарь. Какие пустяки, мадам? А вы с каких Галецкий? Здесь когда-то жили Галецкие, вставка. Не дурное имение. Там была какая-то семенная драма. Да, там была замешана любовь. Вот да, да. Что-то в этом роде, да. Любовь. Вражда, тяжба. Им пришлось уехать этим Галецким. А имение прошло пану Пикульскому. И Галецкие – это ваши родные? Да, я их сын. Что вы говорите? Имею намерение добиться пересмотра дела. Но пан Пикульский умер. Умер? Точно так. Третьего дня. А имение досталось его воспитаннице. Госпоже Билинской. Угу. Так что вернуть что-либо невозможно. Но вы можете судиться. Но судиться с сиротой. Не по-рыцарски. Я помню эту Билинскую еще ребенком. Ей, возможно, сейчас лет 20. Она красивая? Прелестная девушка. Ну вот. Зачем же судиться? Надо просто жениться и имене мое. Каков наглец. А если она не захочет за вас пойти? Да бог с вами. Разве такое возможно? По причине отсутствия прямых и кровных наследников передаю все мои сбережения, размещенные в коммерческом банке города Мирск, а равно имение ставки со всеми угодьями и лесными наделами, в полную и нераздельную собственность моей воспитанницы, госпоже Билинской Ирине Андреевне. Что б тебе кололось в том гробу? Наследников у него нет кровных. Не обижайся только. Янушу ставки достаться б должны. По праву и господней справедливости. Если б не старый черт и коварства его подлые. Голецкие ставками владели триста лет. Триста лет владели. Не пикульские. Что же мне делать, пани Магда? Жить. Радоваться. Может иногда молиться за пана Януша, живой он или мертвый. Женец, а пан Галецкий? Почему бы нет? Правда, надо поправить документки. У вас нет документов? Да. Я два дня, как из Советов, перешел границу. Все мои бумаги были потеряны еще в девятнадцатом году под Екатеринодаром. Прискорбно. Да. Впрочем, во-первых, мы вам выправим. Нужно только, чтобы кто-то подтвердил вашу личность. В этом-то и проблема. Отца расстреляли, а мать, мать, она, к сожалению, умерла. Меня увезли отсюда, когда мне было десять лет. Ты слышишь? Ай-яй-яй, какая печальная история. Правда, если только Магда еще жива. Кто это Магда? Пани Магдалина, наша экономка, и моя няня. Я думаю, она бы смогла меня узнать. М-м-м, бедный ребенок. Франтишек, мы должны помочь Януку. Ну, конечно, конечно. Благодарю вас. Честь имею. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Глаз не спускать. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Аня Магдаляно! Аня Магдаляно! Там молодой пан. Какой молодой пан? Боже, броже! Здравствуйте, пани Магдалина! Вы меня не узнаете? Я Януш! Я Януш? Януш Галецкий. Здесь меня ещё можно узнать. Януш. Паня Магдалина. Нет. Не так назвал меня маленький Януш. Мактуся. Мактуся. Ирина, я вас уверяю, я только что из Парижа. Корсеты умерли. И что ж, больше никаких корсетов? Именно так. Война отменила корсеты. Свободный крой, талия чуть занижена. Я, кстати, жду из Варшавы несколько туалетов. Вы всё сами увидите. Пана Ирина. Януш. Он приехал. Януш Галецкий к вашим услугам. Януш? Ну, вы же помните, Януш. Вы же помните. Вы с ним росли вместе. Пане Магда… Неужели забыли? Это было очень давно, Мактуся. Да нет, что вы. Конечно же, я вас помню. Я очень рада, что вы приехали. Позвольте представить. Квальчук Николай Дмитриевич. А мы знакомы с месьей Ковальчуком. Имел удовольствие. Мы жених. Ну что, Макдусь, покажешь мне дом? Покажи. Господа. Адам. А знаешь, Макдусь, здесь ничего не изменилось. Так это, выходит, ваше благородие? Бывшее благородие, Саша. Воевал? Где? Где я только не воевал. А ты не жмись. Рассказывай. А то вот Злотов тебя взял, а мы про тебя ничего не знаем. Что ты, откуда вы? Ну, воевал в Галиции. Потом на юго-западном, у Брусилова. Украине был? Был. Давай, закусывай. На Украине у Гетмина с Петлюрой бился, с Красной. Потом на Дон. Красный и Ростов взяли, а я в городе остался. Надоело, ура кричать. Отсиделся у одной, познакомился кое с кем. В общем, в разных веселых делах побывать случилось, пока товарищей не окружили. Ну, что за дела? С кем? Жиганович с Ростова. Может, виделись там? Нет, не виделись. Не довелось. Ну, и веселился-то с кем? А братья там были? Кублюки. Иван да Алёшка. Слыхал? Да, лихие были ребята. Рисковые. Земля им пухом. Дружок у меня был в Ростове. Хромой к лихуха. Твой с павлюками бегал. Хромой? Угу. Кавлюки были. Грини армян. Васюта жит. Ну, я поручил. Нет, Хромого не было. Не было Хромого. А может, Брешет Хромой, а? А может, и Хромого не было, а Жиганович? А может, и не было? Ладно, давайте выпьем за красивый город Ростов. Ну, возьма. Ну, возьма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...